Вы знаете, не так давно был такой масштабный эксперимент, очень такое большое масштабное исследование. Оно проходило среди психиатров, психологов в Америке, и возглавили ученые из двух университетов, Иллинойса и Флориды. Это эксперимент, который состоял из многих, там было около 90 только исследований разных, в которых участвовало около 8 тысяч человек. И вот я вам хочу прочитать слова профессора университета Иллинойса Доларес Альбарасин, которая была одной из руководителей этого проекта. И вот что она сказала. Мы хотели выяснить, до какой степени люди готовы доискиваться до правды, или им просто удобно жить в своих представлениях. И я не буду рассказывать об этом исследовании, потому что, я говорю, там только экспериментов разных были десятки. Но смысл всех экспериментов был один. У испытуемых сначала узнавали их точку зрения, что они думают по той или иной теме. А дальше в разных вариациях были разные исследования, которые должны были выявить, что этим людям интереснее. Интереснее им услышать точку зрения, которая соответствует их взглядам, или они готовы узнать противоположную точку зрения. Можно принести доску сюда? Я специально попросил, чтобы заранее нарисовали круги на доске, чтобы я тут не смешил всех. Талантливый человек талантлив не во всем. Я вот не совсем талантлив в нарисовании кругов. Вот смотрите, я специально нарисовал два круга. Точнее, мне нарисовали два круга. И вот представьте себе, каким результатом пришли исследователи. Если мы разобьем вот один круг на три части, то по результатам эксперимента две трети людей интересовались в основном, а некоторые только той информацией, которая бы подтверждала существующие их взгляды, подтверждала существующую точку зрения. Это было 67% людей, то есть абсолютное большинство. И только 33%, треть людей готовы были узнавать информацию, противоречащую их взглядам. Эксперименты продолжались. Интересно было еще. У людей, у которых не просто была их точка зрения, а их точка зрения разделялась их знакомыми, их друзьями. То есть это была не просто их точка зрения, а точка зрения коллектива, частью которого они были. Так вот, у этих людей желание узнавать что-то новое было еще меньше, противоречащее их взглядам. И здесь 75%, то есть три четверти людей не хотели знать взгляды, противоречащие тем, в которые они верили. Они считали их группа, их коллектив. И только 25%, то есть четверть людей, готовы были не поменять, а ознакомиться, изучить мнение, которое бы противоречило мнениям их группы. Я когда это читал, вспомнил знаменитые слова Аристотеля, которые, я думаю, слышали даже те, кто не читали Аристотеля. Платон мне друг, но истина дороже. В чем величие людей таких, как Аристотель? Хотя Платон был его другом, Платон был не просто его другом, он был его учителем, но для него важна была истина, независимо от того, что может быть думает или считает его друг. Так вот, таких людей всего 25%, четверть, а для трех четвертей истина всегда дешевле Платона. Всегда дешевле Платона. Они лучше будут, мнение коллектива поддерживаться, чем что-то изучать, чем что-то исследовать. И интересно, эти эксперименты показали, что более всего люди не хотят знать информацию, не хотят знать точку зрения, которая бы противоречила их в трех сферах. В политике, в религии и в моральных ценностях. То есть здесь консерватизм и закрытость от иного взгляда, иной точки зрения было максимальной. И вы знаете, еще что интересно, меня удивило, вот особенно меня удивило в этом эксперименте, то, что люди, которые были не так убеждены, не так тверды и в своем мнении больше не хотели знать противоположную точку зрения, чем те, кто был убежден. То есть убежденные были более открыты для иного взгляда, чем неубежденные, чем неутвержденные. Этот эксперимент, он большой, там много интересных выводов, но результат был один, подавляющее количество людей не хотят, не желают и не готовы узнавать что-то, что противоречило бы их взглядам и их точке зрения. И вот когда я читал про этот эксперимент, у меня все время в голове звучали вот эти слова Иисуса из Нагорной проповеди блаженны, алчущие и жаждущие, не нашедшие, не познавшие, а жаждущие, желающие правды, ибо они насытятся. Вот это, знаете, удивительное состояние, состояние открытости, независимо от того, сколько тебе лет, школьник ты, студент, или тебе уже 40-50 лет, и, казалось бы, 40-50 лет, ты уже должен, наоборот, всем все говорить, что еще там что-то новое узнавать, что еще там, какие-то мнения свои менять, да, и люди порой с годами костенеют, у них словно шоры появляются, они закрыты для всего иного, они закрыты для всего противоречащего их взглядам, они только смотрят в одно, они убеждены в одном, и вот эти, знаете, шоры порой с годами все становятся более узкими, более узкими, и порой с пожилыми людьми, почему трудно общаться, да, потому что они словно не готовы узнавать что-то новое, я понимаю, по молодости это намного легче, как-то само собой в школе тебе приходится узнавать новое, как-то знакомиться с разными взглядами, в институте, в университете точно так же, а вот чтобы в 40, в 50, в 60, в 70 лет не закостенеть, а быть открытым к новой информации, даже может быть противоречащей каким-то твоим постулатам, но ты готов к изменениям, вот это настоящая духовная работа, вот это настоящее стремление, которое лично у меня является очень важным, я хочу, сколько бы мне не было лет оставаться открытым для этой информации, для новой информации, для каких-то исследований новых, открытым для развития. Я хочу еще прочитать одно место из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 19 стих, тоже очень знаменитые слова, но вот в свете того, о чем мы сейчас говорим, они как-то особо входят в сердце, особо осознаются, смотрите, суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И, конечно, эти слова относятся прежде всего к Сыну Божьему, который пришел на эту землю как свет, и, казалось бы, вот что, ну, что может быть грандиозней, что может быть фантастичней, что может быть лучше, как явление Сына Творца, Сына Создателя этому миру, что может быть важней. Но когда мы с вами читаем Евангелие, мы видим, что большинство людей это не только не оценило, но лучшее применение для дара Божьего они нашли на Голговском кресте, да? Как сказал один человек, если люди, даже Сына Божьего, распяли, они способны на что угодно. Сына Божьего, да? Сына Божьего, да? Сына Божьего, Сына Божьего,